Брест – город индустриальный. Поспорить с этим сложно. В областном центре работает большое количество предприятий различных сфер деятельности и форм собственности. В условиях высокой конкуренции на рынке борьба идет за каждое рабочее место. Дополнительной гарантией для трудящихся должно стать городское соглашение, подписанное накануне праздника труда тремя сторонами – исполнительным комитетом, объединением профсоюзов и советом нанимателей. Это соглашение, конечно, тоже будет неотъемлемым, своего рода, брестским законом, который, я думаю, большинством нанимателей будет принят и будет работать в коллективах. Но все это возможно, мы все должны понимать, что при устойчивой работе предприятия, при наличии прибыли, при эффективной работе и управлении предприятием, конечно, все эти нормы легко будут соблюдаться и без каких-то трений. Городское соглашение является нормативным актом. Действует на территории Бреста в отношении органов власти, нанимателей всех форм собственности, где есть первичные профсоюзные организации. Из 614 первичек, функционирующих в областном центре, более 50 было создано только за прошлый год. Документ, подписанный тремя руководителями, должен создать необходимые условия для экономического развития города, правовой защиты населения на основе принципов социального партнерства. Подписание сегодняшнего документа реально имеет большое значение в силу того, что жизнь не останавливается, меняется структура производства, появляются новые предприятия, сокращаются прежние, меняются виды приоритетной деятельности. И вот это соглашение трехлетнее, оно позволяет минимизировать социальные издержки таких сложных процессов, как перетрубация производства, сокращение, оптимизация, объединение. Это очень важный базовый документ. Основной акцент документа сделан на защиту человека труда, добросовестного человека труда, человека, который работает без изыскания на производстве. Система контрактов пересматривается очень либерально. Если человек не нарушает, он практически гарантирует себе пожизненное рабочее место. Наличие детей, многодетность как фактор особой защиты трудящихся. Наша задача теперь строго соблюдать этот документ, который имеет юридическую силу и уверен защитит права не одного нашего гражданина, а тех людей, которые попадут, к сожалению, в сложную жизненную ситуацию. Это как зонтик. Его можно держать, и он не пригодится, но когда-то случается, приходит момент, когда нужно работнику защита. Скажем, вот в сфере занятости мы сегодня прописываем такую норму об обязательности продления трудовых отношений с работником, который в течение года не имел нарушений. То есть, наниматель с таким работником добросовестным должен в обязательном порядке продлевать. По соглашению у нас минимум на три года. Знаменательно, что подписано соглашение было в преддверии праздника 1 мая – Дня всех трудящихся. С этим событием мэр города Александр Рогачук поздравил жителей областного центра. Я хотел бы поздравить Брещан с праздником труда, поблагодарить их за тот экономический и материальный фундамент, который делается их руками. В той работе, которая сейчас ведется в рамках тысячелетия, основные копейки, основные рубли заработаны именно нашими горожанами. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.